Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 13 июня, вторник, и давайте посмотрим, что у нас происходит по ключевым инструментам. Пара евро-доллар. Пара евро-доллар вчера закрылась примерно на тех же уровнях, на которых и открыт был день. Сегодня мы видим уже снижение ниже минимальных значений, которые были вчера, поэтому на текущий момент тенденция на снижение краткосрочно пока продолжается. Если говорить о развороте, о продолжении восходящего тренда в области 1.13, то ключевой уровень в рамках краткосрочного таймфрейма находится в области 1.12.31, максимум, который был зафиксирован вчера. Поэтому будем отслеживать пробитие и закрепление выше данной отметки. Пара британский фунт, американский доллар вчера к концу торговой сессии подошла к минимальным значениям, которые были в пятницу. Доходили до значения 1.26.37, но пока уйти ниже данных уровней мы не смогли. Сегодня с утра также к этому уровню подходили, но пока видим краткосрочный рост по данному активу. На текущий момент, опять же, если отслеживать возвращение уже к восходящей тенденции по паре британский фунт, то здесь нам необходимо увидеть закрепление по крайней мере выше отметки 1.27.69. Это тот уровень, который мы можем отметить на текущий момент. Возможно, в ближайшие несколько торговых сессий сформируются уровни, которые будут ближе по направлению именно восходящей тенденции. Также напомню, что в рамках среднесрочного направления, среднесрочного снижения пара ушла ниже отметки 1.27.70 и сейчас находится в нисходящем среднесрочном снижении. Пара австралийский доллар, американский доллар сегодня с утра закрепилась выше максимумов, которые были зафиксированы вчера в понедельник и в пятницу. Отметка 75.44. Пробитие данного уровня может нам говорить о продолжении восходящего тренда. Ближайшая цель это фактически та, которая уже была достигнута сегодня с утра. Это отметка 75.64, максимум, который был 7 июня зафиксирован. После пробития и закрепления уже выше данного уровня мы можем увидеть продолжение роста пара австралийский доллар, американский доллар. Напомню, что в среднесрочной перспективе также тенденция к росту получила подтверждение. Пара американский доллар, японская иена вчера к концу торговой сессии ушла ниже минимумов пятницы. Отметка в области 109.75. Поэтому сейчас в рамках краткосрочного снижения мы также можем отметить тенденцию именно на снижение пары американский доллар и японская иена в области 109.14 как ближайшая цель. К среднесрочной цели остаются прежними, как мы отмечали ранее, это область 108.90-108.60. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение после того, как мы видели 9 числа в пятницу пробитие минимума 8 числа. Отметка в области 1.34.80. Пара продолжает свое нисходящее движение и на текущий момент уже достигнут был уровень минимальных значений в области 1.32.27. В рамках среднесрочного снижения ближайшая цель, которая у нас отмечена, это область 1.32.20. Пара евро-фунт на текущий момент продолжает свое восходящее движение, уходили выше отметки 0.87.81, среднесрочный уровень по данной паре, но безусловно мы понимаем, что резкое снижение британского фунта добавило импульса и данной валютной паре. В рамках краткосрочного снижения мы можем отметить то, что вчера были обновлены локальные максимумы, сейчас пара находится в небольшом снижении в рамках сегодняшнего торгового дня и ближайшее направление все равно остается на укрепление, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется выше отметки 0.87.77, это минимум, который был зафиксирован вчера в понедельник. Золото. Золото продолжает снижаться в рамках краткосрочной тенденции, ближайший разворотный уровень для покупок находится в области 1270 долларов за тройскую унцию. После преодоления данной отметки, опять же напомню, что если мы останемся выше области 1259 долларов за тройскую унцию, среднесрочный уровень, то уже после пробития максимума вчерашней торговой сессии можно говорить о начале покупок с ближайшей целью в область 1295 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent вчера преодолела максимум пятницы, закрепились выше этого уровня и по нефти мы можем говорить о краткосрочном восходящем движении на текущий момент. Уход ниже минимума вчерашней торговой сессии, это область 4781, подтвердит нам продолжение нисходящего снижения. Сейчас пока в рамках краткосрочного движения мы растем. Индекс доллара вчера также обновил минимумы пятницы и на текущий момент в рамках краткосрочного движения мы можем говорить о продолжении нисходящего тренда по данному инструменту. Ну и индекс DAX, индекс DAX на текущий момент находится в боковом диапазоне, который ранее был отмечен границами 12855. Верхняя граница уровень сопротивления и уровень поддержки в области 12529 сейчас торгуемся практически в середине данного диапазона в рамках краткосрочной тенденции. Вчера мы видели уход ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу, поэтому сейчас, если говорить о покупках, то ближайший уровень, который у нас отмечен, это максимум вчерашней торговой сессии, область 12784. После преодоления данного уровня мы можем говорить о возобновлении покупок. В свою очередь, если индекс DAX уходит ниже минимумов, которые были вчера, то уже вероятно начало нисходящего движения в области 12538, где находится и уровень поддержки на текущий момент. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы вы можете оставлять в комментариях к этому видео. И увидимся уже завтра на нашем следующем обзоре. Всем спасибо за внимание и до свидания.